Валерий Серегин Валерий Серегин Валерий Серегин Валерий Серегин В 1994 году Валерий Серегин Валерий Серегин ушел в школу-интернат К супруге Наталье Она вела там физкультуру Валерия Николаевича не стало в 1995 30 декабря проводится гонка памяти Тренера-преподавателя А на Химкинском стадионе Снежинка Висит мемориальная доска в его честь Светлана Валерьевна, а расскажите Вы чем вот сейчас занимаетесь? Я сейчас работаю в школе В интернате Работаю 26-й год Я Стаж как Учитель физкультуры 20 лет Я занимаюсь в основном со старшими детьми У нас кадеты Следственного комитета Российской Федерации Общая физическая подготовка Нужна, они поступают в силовые вузы Продолжила семейное дело внучка Валерия Серегина Наталья Спорт тоже стал делом ее жизни Наталья, давайте немного тоже о вас поговорим Расскажите, какое место в вашей жизни занимает лыжный спорт То есть в каком возрасте вы пришли в этот спорт? Особую роль играет лыжный спорт в нашей семье вообще в целом Потому что мы все как родились Только научились ходить Нас дед и отец ставил сразу на лыжи Начали потихоньку на маленьких лыжонках У меня есть брат, он старше меня на полтора года Его тоже поставили на лыжи И мы успешно ездили с дедом колесили Можно сказать по стране Ездили с ним на сборы Он тренировал старшее поколение взрослых ребят А мы с ним потихоньку Опыт, опыт нарабатывали Наталья вошла в состав команды Химкинского района Уже после кончины дедушки Валерия Серегина Было много соревнований разного уровня А дома хранится более 50 медалей Множество грамот и благодарностей За развитие физической культуры и спорта в Московской области В вагоне меня неудачно ребята толкнули И я получила травму колена И в общем впоследствии из-за того, что я была перегружена В целом, потом начала сразу тренироваться У меня, грубо говоря, серьезная была проблема с коленом И мне из большого спорта пришлось уйти Но на этом я как бы не закончила свою карьеру Я продолжила работу в области физической культуры и спорта Я пришла работать в спорткомитет Тогда он назывался комитет по физической культуре и спорту Простым тренером Наталья долгое время тренировала детей Сейчас работает в физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Благо» Инструктором по спорту Рядом с ней главная поддержка Любимый муж Алексей Чувашев С супругом познакомились в далеком 2009 году Наталья проходила реабилитацию после травмы колена в бассейне «Родина» Алексей тоже восстанавливал здоровье Он признанный профессиональный спортсмен с солидным багажом достижений Алексей, давайте тоже с вами поговорим Расскажите, какими видами спорта занимаетесь вы? Я так понимаю, что вы прям разносторонний такой спортсмен Потому что я вас встречала на тренировке по стрельбе из лука Но я знаю, что вы еще занимаетесь и другими видами Расскажите, пожалуйста Ну, с детства увлекался просто различными видами спорта В основном игровые Все виды спорта были под силу, так скажем Вот, а уже после, когда травму получил Ребята позвали заниматься вот здесь как раз В Химках они приехали из Пекина Ездили на Олимпиаду И приехали, рассказали, говорят, давай будем заниматься вместе И мы, как-то так вот все образовалось Решили взяться и заниматься В первый же год, в 2008-м я начал где-то, наверное, октябрь-декабрь Ой, октябрь-ноябрь месяц заниматься И в 2009-м уже первый чемпионат России выиграли Алексей – бронзовый призер Паралимпийских игр Многократный призер чемпионата мира, Европы, международных и российских соревнований По академической гребле для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Яркое воспоминание закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году Алексей забрался по канату вверх, в очередной раз доказав Невозможное – возможно Мы поговорили о медалях, о благодарности от правительства России и о планах на будущее Сейчас Алексей занимается стрельбой из лука А у вас сейчас много вот бывает каких-то поездок, может быть, сборов, соревнований? Или сейчас уже как-то поменьше? Нет, сейчас уже попроще Как бы я здесь тренируюсь в Химках Все мероприятия тренировочные, ну, в доступном варианте Как бы здесь есть где стрелять Ну, так как я в стрельбу перешел с греблей Алексей Чувашев уже имеет успехи в новом для себя направлении Химчанин стал победителем зимнего чемпионата Московской области по стрельбе из лука Который прошел в Одинцово Впереди новые победы Вдохновляют на них любимые дети Анечка и Валерий Юная спортсменка, по словам мамы, любит повисеть на турнике А в будущем ее обязательно поставят на лыжи Наше дело, я надеюсь, продолжат и наши дети Потому что вот Валерий, он у нас, мы его отдали заниматься современным пятиборьем на планерной В современное пятиборье входит бег, плавание, шпага, фехтование, конь, да, и стрельба Валера, расскажи, сколько ты уже занимаешься спортом? Один год Один год? Да нет, два уже А тебе сколько лет? Двенадцать Двенадцать Профессионально отдали Сложно? Да Да? А что самое сложное? Плавание Плавание? То есть там у тебя многоборье, верно? Да Ну а что из всего, чем тебе приходится заниматься в многоборье, что нравится тебе больше всего? Бег И золотой значок, да, золотой значок по ДТО выполнил Да Получил в прошлом году В прошлом году Большая все-таки, внука-то два, еще же от сына Вот, это же хорошо, это радость большая, посмотрите, какие красивые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА